Погода всерьез усугубила и без того непростую ситуацию на дорогах региона. Печальный итог минувшей недели – двое погибших в ДТП и 19 раненых. 2 декабря в 15.10 на 185-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород, что в Паликском районе, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем Хонда Аккорд, не справился с управлением, выехав на полу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «За шанс». От удара пассажирка Хонды 1977 года рождения погибла на месте. Остальные участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. В этот же день в областном центре под колеса авто попали женщина с 6-летним сыном. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на двух пешеходов, которые перебегали проезжую часть в непосредственной близости перед транспортным средством. И перебегали они его вне пешеходного перехода. Кстати, регулируемый пешеходный переход от места наезда расположен на расстоянии 121 метра. Пешеходы с серьезными травмами были доставлены в лечебные учреждения. По информации ГИБДД, у женщины имелись признаки алкогольного опьянения. У нее взята кровь на исследование. В субботу на трассе в Приволжском районе водитель автомобиля «Газель» наехал на движущуюся в попутном направлении велосипедистку. Женщина погибла. Водитель трезв. А в Ивановском районе мужчина за рулем микроавтобуса «Неоплан», не справившись с управлением, протаранил опору уличного освещения и остановку. В результате данного ДТП пострадало 8 человек из числа пассажиров данного автобуса. Большинство из них после оказания медицинской помощи были оставлены на месте. Водитель был трезв. По одной из версий, водитель, перед тем, как совершив наезд на остановку общественного транспорта, объезжал остановившийся перед ним легковой автомобиль. И для того, чтобы избежать столкновения, он принял решение взять правее, что и стало результатом наезда на опору уличного освещения и остановку общественного транспорта. В понедельник череда серьезных аварий продолжилась с столкновением на автодороге М7. Водитель Митсубиши пытался объехать препятствие по правой обочине. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Ранены трое. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают. В сложных погодных условиях любая ошибка водителя или пешехода может иметь очень высокую цену.